МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовая уборка сбожжевых завершается в Беларуси. Подаденных на сегодняшнюю ранницу, в Украине собрано амаль 7 миллионов тонн сбожжа. У Агульном на Молоте уклад аграре у Гомельской в области 965 тысяч тонн. Господарки нашего региона убрали амаль 97% палев. 10 районов адрапортовали об 100% обмолоченных площадь. Самый важкий каравай селета у аграре у Речицкого района амаль 104 тысяч тонн. На другим местом по сбору будет Кошалевский район с показчиком у 100 тысяч. На выходных у Гомеля пройшли мероприемствы, присвяченные партизанскому отраду «Большавик». И он был створен в жнивне 1941 года подчас оборончих боев за город и вызначился широком поспеховых операций супротивокупантов. Место дислокации партизанского отрада трималось у строгой тайне. Зараз я новядома гомельчанам, як партизанская крыничка. Про цех темы в наступном материале. Место для размешения базы отрада выбирали старанно. Неопошнюю ролью отыграла наявность крынишки с пятной водой. И она дейня шла навод яши некольких годов тому, але в связи с сухим надворьем и понижением узровню грунтовых вод зараз стратила свое значение. Першопочатковый состав отрада «Большавик», створеного 17-го жнивня 1941 года каля 50 человек. Недзе простый день партизаны вышли на первое боевое задание. Обстреляли воружие автомашины на шарниговской шаши. Дарыша, минавито дякуючи бойцам отрада, оккупанты значно обмежовали рух транспорту у ночный час. Партизанские засады были вельми эффективным методом боротьбы. Хоть и самим партизанам приходилось нелегко. Я побыл и у партизан, побыл и в армии, я оцениваю. Конечно, в армии легче намного. А тут не знаешь, с какой стороны тебе могут стрелять. Или справа, слева. У армии фронт есть, участок. А землянки делали как? Яму выкопал, перекрыл, двери сделал. Но находили любыми путями в деревнях эти буржуйки. Областный музей военной славы, куда запросили у дельников расистостей, огучиваются лишь бы. За час боевых деяний партизаны гомельского злучения знищили амаль 1400 ворожих эшалонов. Узарвали каля 45 тысяч чугунышных рэек, подбили 184 танки и бронемашины. Сюды ж можно дадать статистику полезского партизанского злучения. Только уперед с листопада 43-го по люту 44-го яны пустили под ухил 105 эшалонов, знищили больше, как 6 тысяч гитлеровцов. И навыц сбили 5 самолетов. Это не только диверсионная деятельность, скажем, нападение на гарнизоны, но это ведение разведки, потому что разведка аэродромов, складов, потом, так сказать, работа радиостанций, передача на большую землю, и бомбардировки и так далее. Естественно, выявление коллаборантов, то есть были, так сказать, специальные группы, которые отслеживали, потому что у партизан было налажено тесное сотрудничество с подпольем. Все, кто служил фашистом, брались тоже на собый учет, поэтому разносторонняя деятельность. И, конечно, в рельсовой войне сыграли важную роль это уже в операции «Багратион». Неколи командир партизанского излучения, герой Советского Союза Петр Вершигара назвал своих боевых сябров людьми с шистым сумлением. Гэты слова можно отнести до усих громадян, которые измагались с ворогом за линией фронту. Нажаль только, что сённяс партизан от рада большевик. У живых не состалось уже ни одного человека. Олесян Сюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, Телерадо, компания «Гомель». Первый раз у перший класс. Первого вероясня с хваляванием чекают си сами будущие першоклассники и их батьки. До помогу семьям у подрыхтовцы до нового навучального года оказывают шматликие организации и просто неравнодушные люди. Сёння активистки областной организации Белорусского Союза «Жанчин» наведали Центры социального обслуговывания насельництва Советского района Гомеля. Под рабязностью в материале Ганны Корольчук. Лето худко скончится. Это значит, что дети снова отправятся в цикавое и взаимальное подороже Украину ведом. Маленькие радости перед великой дорогой. Такую назву отримала доброченная акция, подчас якой 20 зятей инвалидов отримали у подарунок свои первые портфели. Ярко ружевые для девочинок и стремано темные для хлопчиков. Серудых и будущий в учене гимназии номер 51 Илья Йоучик, який мае инвалидность по зроку. Боюсь пока что еще в школу идти. Ну, по математике у меня пока что все нормально. Я люблю больше всего английский и могу заниматься французским. А кем хочешь стать, когда вырастете? Ну, химиком там. Для Гомельской областной организации Белорусского Союза «Жанчин» сбор школьных портфелев для будущих першоклашек давно перестав быть разовой акцией. Гэта добрая традиция, якую патрымливают шматликие партнеры. На Гомельщине яна ладится что год. Дорать радость сотням дятей и одночасово служить патрымкой у их школьной экипировцы батькам. Гэтая пригожая и головная патрыбная подарунки – портфели со школьными принадлежностями. Дети отрымали с пожаданиями счастья, здоровья и поспехов в учебе. Первое вручение у нас состоялось 3 августа в Житковичском районе в Люденевическом сельском совете у многодетной семьи дом семейного типа в агроусадьбе Полесье. Именно там мы вручили первые свои портфели. У нас там было три мальчика и четыре девочки. Вы знаете, мы тоже очень долго думали, как отметить этих детей, которые в зоне именно Центра социальной помощи. Это не просто дети, это дети с какими-то ограниченными возможностями. Мы хотели просто подарить им радость. После того, как дети отрымали свои подарунки, их чекала культурно-забавляльная программа. Подчас театрализованного шоу першоклассники продемонстровали гостям свои веды. Разом с казочными персонажами, они приняли удел в танцевальном флэшмобе. На проконце свято, будучи и першоклассники, отрымали солодкие подарунки от гомельской фабрики мороженого. Анна Краальчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Для наймальников – допомога в пошуку кадров, для соискальников – макшимасть выбора, для молодых – старту профессию. Кермаши вакансии користаются все большим попытом. А кроме выполнения своей непосредной задачи, они дают макшимасть проанализовать ситуацию на рынку працы в особном регионе. Так, в Мазырском районе у першыню колькость вакансии перевысила лик беспрацованных, яке стоять на офицейном улику. У першыу чергу запотрабованы обудовничея специальности, подрабязности у корреспондентов телеканала «Мазыр». Мазырские будовничея организации мают в острую потребу у специалистах. Потрабуются муляры, бетонщики, монтажники. Будовничий рынок, после некоторых азатиша, ажиу. Почалося узведение буйных объектов. Кермаш вакансий дае макшимасть наймальникам особисто сустреца с уискальниками працы и обмерковать усе умовы. «Мазыр Кромстроя» – строительная организация, я думаю, на слуху она города, поэтому постоянно нуждаемся в рабочих строительных специальностях, ежегодно пополняется за счет молодых специалистов, через центр занятости, ну и так далее. То есть в настоящее время в связи с увеличением объемов работ у нас возникла потребность рабочих основных строительных специальностей, таких как бетонщик, каменщик – это основное. Специальная адукация, отсутность шкодных звычек, отказность, потребования для кандидатов – стандартные, наявность досвіду – важная перевага. 22-годовый Кирилл с этим сутыкнулся на практице. Принайменно працу молодому человеку за адукацией, але без стажу, адмовили. На кермаш вакансий пришел с надеей. Да, я пробовал строиться проектировщиком, но стоял в очереди, выбрали другого человека, так как у него есть опыт работы именно в этом направлении. А у меня нет опыта, так мне объяснил директор. На что я рассчитываю, посмотреть, какую у меня вакансия приемлемая. В управлении по праце, занятости и социальной обороне насельництва отзначают становчую тенденцию. Колькость вакансий на парадок перевышая лиг беспрационных, які стоять на офицейном улику. Стало традиционно уже проводить мини-ярмарки вакансий, проводимые для конкретных определенных групп населения. И сегодня в связи с тем, что оживилась наша строительная отрасль и увеличилось количество заявленных вакансий, мы приняли решение провести ярмарку вакансий строительных профессий. И сегодня все, кто имеет эту профессию, имеют возможность поговорить одновременно с несколькими нанимателями, и что увеличивает их шанс получить и найти работу. А кроме будовничных специальностей, на бирже есть вакансии актеров, акробатов, хореографов, продавцов и навод директоров. Виктория Синицкая, Юрий Харабец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». До конца года «Гомели Абл Аутотранс» плануя набыть 46 автобусов МАЗ. Обновление парку отбудется у Октябрьским, Хойницким, Житковицким, Петриковским и Мазырским районах. Семь автобусов уже отправились у филиалы предприемства. На минулых выходных на святкованне 510-ти годзе Рудобелки у Октябрьским районе водители во врачистой обстановце отрымали ключи от новеньких автобусов. Протягиваем выпуск. «Гомельская пограничная группа» рыхтуется отзначит свой юбилей. У якости пограничного отрада она была створена 20 годов тому. На первые дни святочной даты Олег Синцеров наведал некольки подразделения, которые можно назвать незвычайными. «Часовый пограничный пост. У склада гомельской пограничной группы таких подразделений больше нема. Круглый год в лесе, коли не служба, житет тут, напевно, можно было прорвнять до курортного». Трапить сюды грамадзянской особи без дозволу и узгоднению немащима. Для этого необходимо передолить специальный сигнализационный комплекс. До белорусско-украинской межи отсюда около 700 метров. По судности, журналисты телерадио компании «Гомель» – первые, кто знакомится с этим подразделением. У свой час пост починался из трех палаток. Сегодня все военнослужащие живут в домах-вагонах. Вядомый вырос советских часов об необходимости передоливания тяжеров и неогодов военной службы зараз уже не вельми актуальны. Служба заразумела мая своей складанности, але здоровье и житет солдата на первом месте. Гэта ж до речи относится и до еще одного незвычайного пограничного подразделения «Заставы Асаревича». У адрознений от усих инших застав Беларуси ее особовый состав базируется на перерубленной под потребы пограничников в брандвахте. Тут и спальная помешканья, и кухня, и помешканья для заховывания сброи. На берзе только гараж и господаршие побудовы. При необходности такое судно можно переместить в любое место. Правда, рачными пограничниками военнослужащих гэта «Заставы» пока никто не называя. У речи и на рацеяны усяго некакие тыдни. На данный момент ведется благоустройство территории военного городка, обустройство объектов и инфраструктуры пограничной «Заставы». Но, тем не менее, пограничная «Застава», личный состав пограничной «Заставы» обеспечены всеми видами довольствия, которые необходимы для эффективной охраны государственной границы. Аутажир Википедия вызначая, як винтокрылый летальный аппарат. На узбаряне гомской пограничной группы таких некакий одинок. Экипаж машины – два человеки. Адлеглась пералету без дозаправки до 500 километров. При тем, что узлетать автажир можа практически с любой твердой поверхни. По маневренности он хоть крыху и соступая вертолету, зато изнашно перезуходить самолет. Пограничники выкористовують гэтаю технику, як для патрулевания территории, так и затремания порушальников. У сполучения с наземными силами эффект отрывается максимальный. По оселяким выпадку ни на учебных, ни на соправданных затреманиях подбегнуть пока ранее не отрывался ни у кого. Уникальное подразделение – это мобильная группа автожиров. Сейчас мы применяем автожиры непосредственно в охране государственной границы. Это очень удобный летательный аппарат. Да, он небольшой по размеру, но он очень маневренный, очень мобилен. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». За минулые выходные на Гомельщине потанули два человеки, четверых выратывали. У неделю водолазы в выратывальной станции вытягнули с Днепра у Рогачевским районе тело Вязковца 1978 года народжения. Мужчина отпочывался абрам на Беразираке неподалеку от везки Шапчицы. По передней информации, у ночи загинувши сорвался с крутого бераха. У Светлогорскім районе Калявёске скалка, а поудні, пачас купання, сэйшоу пад ваду 69-гадовы мушчина. По некоторых дадзіных загинувши, был нецвярозы, имел захворвання серца. По обо двух здарэнях протягываюцца проверки. Четверых человек удалося выратываць у тым ліку молодых хлопцей дзяучыну, яке заплыли на глыбеню на Березине. У пятницу у Рэчицы на Днепры лезні потанула восьмихадовая дзяучынка, яка я отпочивала с батьками. Пачас купання я естал адносіць тячэням, на допамогу прайшлі вратавальніке. На зміну спякоті прыдзе прахолода. Характер на двор язменіцца ўжу заутра. Верагоднаць на вальніце на бляжайшіе суткі 90%. Температура паветра ў ночі складзі 16-18, ў дзень ад 18 до 20 тяпла. Моцнэя дажжы чакаюцца ў сі раду. Слубкі термометра ў пакажуць ад 16 градусів ў ночі да 21 дзень. У чатвер максимальна температура паветра складзі плюс 20, ў пятніцу – 23. Папаперэдніх дадзіных на выходных будзі лець выше за 20 градусів махчымы апаткі. Гэтэ, а так сама іншыя новіны, вы можыці знайсці на нашым сайці ў інтернэці. Па адрэсі www.tvrgomil.by. Далей ў эфір іспартывны агляд з Максимом Савіным. До новых сустрэчжу эфірэ. Далей neglected.